11 апреля – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Именно в этот день, в 1945 году, около 20 тысяч узников Бухенвальда подняли восстание против гитлеровцев. Когда в лагерь прибыли американские войска, чтобы освободить людей, пленные уже контролировали территорию. Вспоминали о событиях 70-летней давности и в Запорожье. Жители областного центра собрались на митинг-реквием. В этом сквере возле железнодорожной станции «Запорожье-2» установлен поклонный крест жертвам нацистских концлагерей. Возле памятного знака собрались представители областной и городской власти, молодежь и те, кому удалось вернуться живыми из концлагерей. Говорят, события 70-летней давности до сих пор стоят перед глазами. Помнит то время и жительница областного центра Таисия Крапивка. Рассказывает, немецко-фашистские захватчики увезли ее вместе с сестрой в концлагерь 14 октября 43-го, как раз в день освобождения Запорожья. Тогда ей было всего 5 лет. В Освенциме Таисия Степановна пробыла до февраля 1945-го. Короче, донорами мы были. Я даже не могла понять, почему постоянно меня куда-то ведут, какие-то резинки на меня надевают, ну и рядом на нарах лежит какой-то дядька в военной форме. От меня, значит, трубка идет к нему. Ну, вот так вот. После освобождения Таисия Степановна вместе с сестрой попала в детдом. Мама девочек войну не пережила. Одной из самых маленьких узниц женского концлагеря – Равенсбрюк – была жительница Запорожья Евгения Бойко. Она родилась уже в неволе. Говорит, другие пленницы помогали ее маме прятать и кормить ребенка. Все женщины, которые были там, там было как бы все, сами не доедали, не это, а сохранили. Прятали детей, да. Вот маме помог очень врач русский, военный пленный. Вот так и сохраняли меня. А мама пережила очень, очень тяжелое. За шесть лет существования Равенсбрюка там побывали более 130 тысяч заключенных. Из них свыше 90 тысяч погибли. По данным историков, с 1933 по 1945 год на территории Третьего рейха и в оккупированных регионах было построено 1634 лагеря. До освобождения не дожили миллионы людей, в том числе и дети. Память погибших запорожцы почтили минутой молчания, возложили к монументу цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова